Друзья, всем привет! Сегодня мы встретились с моим партнером по бизнесу, это Ольга Фаркина. И тема нашего сегодняшнего видео – почему мы инвестируем 50% в майнинг, чем выгоден майнинг и почему компания BitClub очень интересна. Слово Ольге! Друзья, всем привет! Если вы сегодня задумались о том, чтобы начать инвестировать в рынок криптовалют, то наверняка вы выбираете, какой способ лучше. Мне, как человеку, который уже год с криптовалютой связан, проверила несколько вариантов инвестиций, посмотрела, какие активы существуют, хочу сразу сказать, что когда вы начинаете инвестировать в рынок криптовалют, вам желательно выбрать несколько вариантов заработка. Следовательно, в каждом варианте вам нужно подбирать свои активы. И речь не идет о том, что что-то лучше, а что-то хуже. Речь идет о том, что просто на расстоянии определенного времени каждый инструмент может обладать своей эффективностью. Если мы говорим о том, что мы хотим сохранить и приумножить деньги, и не говорим о том, что мы хотим вложить и быстро хапнуть, то есть если вы реально готовы к доходности на долгосрок, то рассматривать инвестиции в майнинг очень желательно. Почему? Потому что сегодня, когда вы можете просто купить биткоин, положить, забыть про него, и он сделает x8, x10 за год, это круто, это нужно делать обязательно. Когда вы можете купить альткоины и заработать на трейдинге, либо заработать на их росте, это тоже здорово. Но в первом и втором случае вы покупаете определенное количество монет, оно статичное. И вы зарабатываете один раз, только когда их продаете. Следовательно, у каждого из нас есть определенный момент психологический, по цене, на каком этапе мы расстанемся с этим активом. У меня сегодня лежит на кошельке определенное количество биткоин. Каждый раз, когда они растут, каждый раз чешутся руки продать, потому что всегда есть куда потратить деньги. Но осознавая то, что биткоин сегодня стоит 6, 6, 800, 7, может стоить 10 тысяч, я каждый раз задаюсь только одним вопросом. Как сделать так, чтобы у меня биткоина было больше, даже тогда, когда я его трачу? Вот приумножить биткоин мы сегодня можем только несколькими способами. Это либо мы трейдим, либо мы майним. Ну, либо у вас есть какой-то бизнес, который постоянно приносит вам кэш, и вы постоянно покупаете новый-новый биткоин. Оль, вот люди не понимают, ну, когда дело доходит до майнинга, они сразу заходят в интернет, набирают, смотрят, сколько стоят фермы, берутся так за голову, потому что, ну, купить одну ферму, это нужно сейчас порядка 200 тысяч как минимум. И окупаемость даже уже больше, если взять асики, там 300 и выше. А если взять сегодняшнюю окупаемость при нынешней сложности, то она увеличилась сейчас уже, в принципе, до года, да, можно так сказать? До года, до полутора даже лет может доходить. Да. То есть, если раньше ферма окупалась за полгода, за 4 месяца, то сейчас уже, ну, эта отметка приближается к году. То есть, какие вот варианты, да, люди не знают, куда инвестируют. Они слышали, например, про овощный майнинг, но до конца не понимают, что это такое и вообще стоит ли туда залазить. То есть, как подобрать вот компанию? Давай вот людям расскажем. Здесь, значит, что хочется сказать. Рассматривать собственный вариант майнинга, создавать домашнюю ферму. Я всегда говорю, если у вас есть силы и желания, и большое количество денег, то пожалуйста. Но гораздо эффективнее рассматривать другие варианты. Один из них – это покупка долей в крупном майнинг-куле. Почему? Потому что, когда мы покупаем ферму, мы покупаем определенное оборудование, обладающее определенной мощностью. И сегодня эта мощность будет копать, добывать нам одно количество биткоин, а через год она будет нам копать и добывать во много-много раз меньше. И чтобы мы постоянно добывали биткоин, нам нужно постоянно докупать, докупать, докупать оборудование. И вот это называется определенная гонка вооружений, когда оборудования нужно больше, чтобы добывать определенное количество биткоина. На самом деле, большинство фермеров сегодня, как можно назвать, людей, которые держат фермы, они уже столкнулись с тем, что майнинг сложно окупаемый, если ты не успеваешь вовремя подключить новое оборудование. И нам, простым людям, у которых нет большого объема денег, ввязываться в это вообще смысла нет. По одной простой причине. Проблема даже не в том, что нужно купить оборудование. Проблема в том, что его надо купить и получить. Потому что сегодня не так легко купить хорошее оборудование. На рынке все стоят в очередь за хорошим оборудованием. Поэтому покупка долей в крупном майнинг-пуле – это лучше, чем облачный майнинг. Облачный майнинг – это когда мы через какой-то сервис отдаем какое-то количество денег, и нам закрепляется какое-то количество мощностей. Эта мощность сегодня будет добывать, а потом сойдет на нет. То есть деньги перестают работать. Хотим добывать, нужно опять инвестировать деньги. Если мы покупаем доли в крупном майнинг-пуле, то за нами закрепляется доля фермы. И так как за счет привлечения инвестиций объем фермы растет вместе с количеством долей, но новыми людьми инвестиционные деньги закупает оборудование больше по мощности, чем вчера, следовательно, мы все как инвестора в этом плане выигрываем. Вот мы когда на старте рассматривали этот вариант инвестиций… Мы сейчас говорим вот про BitClub Network. Да. Когда рассматривали BitClub как один из вариантов инвестиций, мы рассмотрели еще несколько компаний, которые предлагали покупать доли. И столкнулись с очень неприятными последствиями. То есть либо у людей не было выплат очень долго, либо ферма куда-то пропадала с экранов, блокчейн, лимфа. И мы увидели только один факт, что BitClub Network на протяжении всех лет растет, растет, растет и растет. Я с BitClub познакомилась в 2016 году. Тогда хешрейт фермы было 70 тетахешей. Сегодня он больше 300. И BitClub отметил свое трехлетие. Совсем недавно я была в Дубае, где присутствовало более тысячи инвесторов со всего мира. И каково же было мое удивление, когда 90% этих людей – это были корейцы и японцы. Корея и Япония – это вот такая страна. Но они сегодня делают 80% инвестиций, покупая доли в нашем майнинг-пуле. Эти люди очень хорошо разбираются в Биткоине. И покупка долей в майнинг-пуле, она может приносить на наши деньги в среднем до 70% годовых. То есть, если мы берем доллары и смотрим на прибыль 70% годовых, то есть два момента. Первое. Банки нам такую прибыль не дадут. Собственный бизнес, да, возможно. Но нужно постоянно… Это надо этим заниматься. Да, этим заниматься нужно. И туда нужно постоянно инвестировать. А речь идет о том, что мы отдали и постоянно получаем на свой кошелек новые-новые монеты. И вот здесь вот очень хороший момент. Почему? Потому что покупка долей в Битклабе, она дает статистику прозрачную, которую мы видим сразу на нескольких ресурсах. Мы видим, как растет Битклаб по хешрейту. Мы видим каждый день количество добытого Биткоина. И мы видим каждый день начисление Сатош на наши доли. Если померить, вот всегда идут такие споры, выгодно-невыгодно. То есть мы всегда отвечаем на два вопроса. Что выгоднее? Просто купить Биток и положить на кошелек, и забыть про него. Или купить долю в Битклабе. Да, этот вопрос очень часто бывает. Самый часто вопрос. Потому что люди не понимают, зачем мне покупать долю, если у нее окупаемость, мы будем говорить, в Битклабе месяцев 8, без учета роста курса Биткоина. Минимум 8 месяцев. То смысл какой-то, ну вот так назревает вопрос. Но сейчас есть очень интересный момент. Дело в том, что Битклаб раньше имел обязательный реинвест. То есть все наши доли были обложены обязательным реинвестом. Это было сделано по причине того, что Битклаб не знал, насколько консультанты будут активно привлекать, продавать новые доли. И вот тогда окупаемость, она доходила до года. Потом за счет роста Биткоина она, естественно, снижалась. Сейчас у каждого инвестора есть возможность ставить стопроцентный вывод ежедневных Сатош на свой кошелек. Мы померили и увидели, что окупаемость выше. Это дает возможность людям, скажем, которые не готовы в долгосрок работать с майнингом, сегодня взять сумму, особенно если речь идет о крупных инвесторах. Вот сейчас мы ведем переговоры с людьми на 50, на 100, на 200 тысяч долларов. Причем эти люди в разных частях света живут. Они живут здесь, в Красноярске, они живут в Риге, они живут в Киеве, они живут в Алмате, они живут везде. Почему эти люди приходят к нам? И, кстати, инвестиции в Битклаб зашкаливают от миллиона до двух миллионов долларов. Дело в том, что если мы можем купить долю в производстве и ежедневно выводить 100% прибыли, что ни один простейший бизнес не позволяет. Это нам дает больше возможности заработать как можно больше биткоина и из-за его роста в цене четко определить, докупать долю или нет. Потому что количество биткоина у нас будет статичное, грубо говоря, а если он делает x2, то у нас больше долларов. Здесь мы можем дробить какую-то часть, например, отправлять на реинвест, какую-то забирать на кошелек. Но, по сути дела, тысяча дней – это почти три года без трех с копейками в месяц, четыре месяца, минус. И если взять, скажем, 3000 долларов, такую банальную цифру возьмем, то у нас получится на эти 3000 долларов окупаемость очень достойна. Потому что тот биткоин, который мы накупим сегодня, и тот биткоин, который будет добываться через два-через три года, через три года все гадают, а сколько будет стоить биток? Я думаю, биток будет стоить очень много уже. Да, то есть все предполагаем мы, что в среднем 25-30 тысяч к 2020 году, то есть ценник полетит. Так вот, смотрите, какая проблема. Сегодня я первый биток свой купила в ноябре. То есть я пошла, я его по 700 долларов купила, то есть у меня там было пару тысяч долларов, я купила биткоин. То есть у меня было несколько биткоинов. Что со мной произошло, когда он в декабре на Новый год уже стоил 1000? Я интуитивно взяла кусок биткоина, продала и потратила. Потому что мы все равно привыкли с долларами общаться. Мы видим, когда x2, x3, мы берем этот кусок, отламываем и тратим. Так вот, если задуматься, то сегодня за те же самые 700 долларов мы можем приобрести только 10-ю часть биткоина. То есть мир очень сильно меняется. А в 2020 году мы приобретем 0,03-ю, 0,02-ю часть биткоина. И вот этот момент очень серьезный. Почему? Потому что за этот период наши 3000 долларов, на котором мы сейчас, по сути дела, меньше, чем 0,5 биткоин, они нам добудут гораздо больше. В общем смысл. И нам, с одной стороны, кажется, что лучше мы эти 0,4 с копейками битка положим, и он будет расти. А если на протяжении 3 лет вытянуть, битка будет гораздо больше. Вот этот момент очень жесткий. Еще он мне не дает покоя, вот как на ключе. Я вам советую на этот момент обратить. Вот, если вы давно инвестируете, то я думаю, что вы понимаете прекрасно, что нужно занимать всегда места, там, где можно покупать готовые активы, там, где можно производить активы. Это очень тонкий лед, это не каждый человек понимает, потому что на самом деле все думают, никаких проблем нет, можно всегда готовые активы покупать. Сегодня, когда весь рынок финансовый, это 70 триллиардов долларов, да, а рынок биткоина, это всего 100 с лишним миллиардов долларов, мы в 2018 году будем наблюдать этот момент миграции пару-тройку триллиардов в рынок криптовалют. Даже если 1 триллиард сюда упадет, вот в этот рынок криптовалют, ценник очень сильно изменится. Проблема в том, что на рынке всего сегодня 16 миллионов биткоинов. Безвозвратно потеряно 5. Каждый день, к сожалению, умирает какой-то владелец кошелька, не оставив никому своих ключей. Отсюда количество биткоинов, которое свободно перемещается по рынку сегодня каждый день, это не те 9 миллионов, которым мы готовы монет, это гораздо меньше. Буквально, может быть, 1-2 миллиона монет, остальные лежат в загашниках у людей, которые очень хорошо принимают его активы. 1-2 миллиона монет постоянно гуляет, двигается по рынку. Но вот эти вот ребята, вот эти вот ребята, да, если мы на блокчейн-инфо возьмем, вот эти вот ребята, которые каждый день производят новые монеты, вот эти все пулы добывающие, они производят биткоин, обрабатывая блоки. И каждый раз, обработав блок, эти ребята получают 12,5 биткоинов. Так вот все очень просто, каждые 10 минут кто-то из них обрабатывает блок. У нас в одном часе, в одном часе, 6 раз по 10 минут. В сутках 24 часа. Так вот каждый день, когда встает солнце, и каждый день, когда оно ложится, вот эти ребята производят 1800 биткоинов. Вот истинные владельцы биткоина. Не те люди, у которых сегодня биток на кошельке, а вот эти ребята, истинные владельцы биткоина. И только от них зависит, какая цена будет завтра. Потому что есть определенный момент майнинговая себестоимость биткоина. То есть даже если очень резко продать весь существующий биткоин, эти ребята могут не отдать свой биткоин. Они его будут накапливать, накапливать и диктовать цену. Так вот я предпочитаю быть по разной стороны баррикан. На той стороне, где диктуют цену продавцы, владельцы биткоина. И на той стороне, где цену могут диктовать производители биткоина. Иногда это не сразу в голову ложится. То есть ты думаешь, что ты можешь пойти в любой момент на логу, на большинство купить биток. Это не всегда так будет. В определенный момент разные страны сделают его накопление и законсервируют его, чтобы его не было на рынке вообще. То есть речь идет о том, что сегодня Корея, Япония, это страны, которые имеют биткоина самое большое количество. И сегодня речь идет о том, какая страна сделает самый большой запас биткоина. Я думаю, это будет Япония и Китай. Мы даже не знаем, кто это будет. Мы не знаем, кто это будет, потому что рынок еще совершенно качающийся. То есть технология новая. Но я, как, скажем, простой человек, я хочу маленький кусочек пирога, вот от этих 1800 биткоинов. Маленький. И я точно представляю, что если рынок будет жестко колебаться, например, ценник улетит до 15 тысяч долларов за один биток, а потом за месяц его искусственно опустят до 3000. То есть, возможно, мои нервы не выдержат таких ралли, и я расстанусь со своим биткоином, как толстый хомяк, да? И я его потеряю. То есть я расстанусь, я потеряю биткоин. И я буду сожалеть на следующий день. Но ты не будешь так делать. Вдруг. Представим. Может быть, это буду не я. Может быть, это будет какой-то новый владелец биткоина, да? И буквально через 10 минут цен у нас 3000 долларов будет 6, 7, 10, а потом 30, 40. И он никогда уже на свои деньги не купит то количество биткоина, которое у него было. Человек будет сидеть и плакать. То есть он все, он потерял. Рынок активов, любой рынок активов, это переживает постоянно. То есть когда людей вот так потрошат. Что было с компанией Apple? Акции стоили доллар, люди купили туалетную бумагу. То есть она ничего не стоила, они лежали. То есть когда компания начала очень сильно расти, произошел перераздел рынка. То есть крупные компании сделали все, чтобы скупить все акции. Здесь мы тоже можем в таком моменте пребывать. Вот фишка как раз в том, что если вдруг вы расстанетесь со своим биткоином, ты продашь свой биткоин, еще кто-то продаст свой биткоин, и мы не сможем больше купить, то психологически мы можем на майнинг, на покупку долей в пуле смотреть так. Наши старые доллары, инвестированные в 17-м году, представим, что сейчас люди, смотрящие это видео, уже живут в 18-м. Ваши старые доллары, которые вы инвестируете в 17-м году, и в 18-м, и в 19-м будут производить новые биткоины. Ценник, который уже будет совершенно другой. И вот этот момент, когда мы сегодня смотрим на то, сколько производит битклап, и тот момент, на который мы смотрим, сколько будет производить дальше битклап, это вещи непрогнозируемые. Я пересчитала совсем недавно, сколько у меня инвестировано в доли долларов. То есть у меня закупались доли в автоматическом режиме, плюс я вручную что-то купила. Я инвестировал всего 4900 долларов на одном аккаунте. У меня есть такая инвестиция. Это не очень большая инвестиция. Для многих инвесторов это, фу, блин, вообще, на один день денег, да? Но что я увидела? Что мои 4900 долларов всего за 70 дней произвели 0.15 битклап. А 0.15 битклап на сегодняшнем экскурсу стоит почти 1000 долларов. И стоя почти 1000 долларов, вот этот биткоин был. Это, грубо говоря, 5000 долларов, которые произвели новую 1000 долларов. Вот именно вот этот момент, надо думать. Просто задайте себе вопрос, где вы можете вложить 5000 долларов и за два месяца получить 1000? Причем это актив, который вы можете пойти продать сегодня. Если мы проснемся, через месяц и биток будет стоить 7, эти же 0.15 биткоинов будут стоить чуть больше. Если мы проснемся, он будет стоить 8, опять больше. И мы можем, например, продать эти 0.15 биткоина, когда он будет стоить 10 тысяч долларов. Будут совершенно другие цифры. Ну, денег инвестировано в оборудование 4900. Все, вот на этом нужно делать акцент. И первое, что мне не давало покоя вообще, реально ли битклаб производит. Потому что сегодня очень много обмана на рынке. Сегодня лапши на уши увешивают через интернет со страшной силой, обещая золотые горки. Хайпов очень много сейчас. Да, по горкам кататься можно, но я не предпочитаю, потому что уже не тот возраст кататься по горкам. Хочется иметь что-то серьезное. Поэтому я долго изучала, как работает майнинг в битклабе и как работает майнинг у людей, которые асики закупают. Мы дружили с майнерами, мы проводили конференции в Новосибирске, дружили с майнерами, они смотрели за нами, мы смотрели за ними. Мы просто сравнивали, как наши старые доллары добывают биток и как их новые и новые доллары, инвестированные в асики, добывают биток. И потом просто перекидывали и смотрели, что их старые доллары сегодня добывают. и мы понимали что на каком-то этапе мы добываем одинаково в чем разница мои 24 часа в сутки свободны то есть мои деньги инвестированы я свободно я сплю ем путешествую что делает майнер майнер не свободен он нянчится со своим оборудованием он греет голову где купить дешевле асики он переживает когда деньги за асики отправляют придет ли это оборудование вовремя он переживает за свою ферму он переживает за весь биткоин потому что он зависит от своей прибыли почему мы людям даем всегда совет инвестировать покупая доли в майнинг потому что освобождается время время самый дорогой ресурс пусть мы на каком-то этапе чуть меньше заработать я даже предполагаю что возможно люди которые фермы свои собственные делают и участвуют в этой гонке докупки оборудования возможно они больше зарабатывать ответственность время и все на свете чем мы выигрываем сегодня по сути дела мы выигрываем тем что мы можем очень легко монетизировать свой опыт сегодня на рынке каждый день будут прибывать люди желающие узнать о криптовалюте сегодня уже много неравнодушных людей как как инвестировать рынок криптовалют и не потерять все потерять боятся и сегодня когда мы уже год с криптовалютой работаем мы знаем как минимум 5-7 способов на чем зарабатывать на чем мы теряем поэтому когда к нам люди приходят мы во-первых можем мы никогда не будем рекомендовать все деньги инвестировать в майнинг это не наша рекомендация мы всегда рекомендуем людям с первым с первой крупной суммы с первой крупной суммы особенно пусть даже это будет 3-5 тысяч долларов маленькая первая крупная сумма для инвестиций когда человек пробует рынок криптовалют всего хотя бы 50 процентов отломить и положить в майнинг почему вот эти первые 50 процентов которые он положит криптовалюту это вот чистый эксперимент все новички проходят через то что первые купленные монеты теряем 60 процентов почему первое они их продают на падение они психологически не удерживают ралли курса второе они начинают трейдить без опыта просто прослушившись нам вебинар третий момент люди начинают бездумно инвестировать хайп где им обещают 100 200 300 процентов годовых в битке поэтому вот эти 50 процентов очень часто крички первые же полгода теряют а вот эти 50 процентов инвестированные в майнинг они никуда не денутся они восстановят потери человека поэтому если вы еще никогда не инвестировали в рынок криптовалют первые деньги которые вы будете инвестировать разделите так дальше колхоз дела добровольцы мы все заботимся о своей о своем пассивном доходе я как бы не умаляю тот факт что кто-то из вас найдет более успешный способ инвестиций возможно вы мне его когда-то порекомендуете да если у вас такой будет вы кстати да рекомендуйте мы кстати рассматриваем разные варианты но какой какой момент я вытащил из общения с людьми которые с криптовалюты уже больше трех-пяти лет вот со всеми с кем я общаюсь у всех есть портфель в этом портфеле очень много карманов разные способы и те люди кто уже давно инвестируют не просто пришел инвестировать на криптовалют а давно инвестируют у них самый жирный карман это инвестиция в долю несмотря на то что они экспериментируют с собственными фермами собственные риги приобретают майнд на альтов несмотря на то что они экспериментируют там с обменниками с какими-то трейдинговыми направлениями с д.у. они всегда держат очень большой запас денег в долях потому что во первых доля это возможность владеть тем чего завтра невозможно купить надо смотреть не на сегодняшний процент прибыли надо смотреть на то что вы можете купить сегодня и чего нибудь завтра вот опять возьмем apple банальный пример когда стив жопс продавал свои акции для того чтобы привлечь деньги компанию его компания грубо говоря ничего не стоит она была никому не известно компьютер не был персональным он не был в каждой семье и это были великие риски правильно но именно поэтому и акции компании ничего не стоит люди которые приобрели акции они покупали чистый эксперимент но тем не менее через какой-то период стало понятно что компьютер становится очень популярным очень востребованным продуктом а компания безудержно растет и те люди которые владели долями так цены они через время как раз смогли продать то что на рынке уже невозможно по той цене как по которой купили сегодня почему у нас инвестора делают покупки долей на 50 и 100 тысяч долларов самый распространенный вопрос почему люди нам доверяют деньги дело в том что есть три стадии инвесторов первая стадия нынчо когда я пришел купил я пробую вторая стадия когда я покупаю готовое производство готовый актив то есть актив который работает у которого есть история статистика доходности то есть этот актив себя уже в чем-то зарекомендовал и третий момент когда я перепродаю уже готовые активы которые невозможно купить вообще вот этот момент вообще большинство людей непонятен это небольшой секрет почему люди инвестируют в нас миллион долларов сегодня если мы опять будем смотреть на блокчейн вот туда всунутся чтобы занять место есть до топ-10 нужны миллиарды долларов новым людям это невозможно сделать то есть я не конечно не претендую всегда можно перераздел рынка сделать ну это очень тяжело сделать новым людям они всегда будут в пасте когда мы покупаем доли в топ-10 предприятий мы покупаем доли компании у которой есть стабильная история если у компании у которой есть более 100 тысяч инвесторов мире на определенном этапе не сможет продавать доли потому что существующие инвестора закупают больше чем есть нового оборудования битклаб прекращает продаж мы никогда не в это не верили первый раз мне об там сказал ричард шестнадцатом году ты покупай долю пока у тебя есть возможности купить его в чем проблема скажет ричард дилендорф это мой бизнес-партнер вообще я очень благодарна этому человеку перевернул мое финансовое мышление человек 40 лет занимается финансами и занимается доверительным управлением работая с капиталом людей 8 он сегодня миллиардер человек умеет обращаться с деньгами он знает все активы недвижимость нефть алмаз землю еще он везде инвестирует и знает как это двигается ричард познакомился с биткоином когда он стоил доллар место туда вложил тысячу долларов получив первую тысячу bitcoin он майнил на своих видеокартах устроил свои первые фермы и он знаешь биткоин как он растет и как нужно инвестировать рынок криптовалют поэтому именно ричард меня научил смотреть нужные места криптовалютного рынка и оценивать активы вот именно в шестнадцатом году когда мы разговаривали покупки далее ричард сказал фразу купи сегодня потом будет невозможен как невозможно продаются продаются спокойно он говорит ну говорит это временное явление потому что биткоин еще не все вовлечены когда биткоин будет когда желающих получить bitcoin станет больше а на рынке вдруг его на продажу будет мало люди будут понимать что единственное у кого есть себя биткоин это майнер поэтому люди будут стремиться покупать либо ферму но им уже будет очень тяжело купить большую ферму либо они будут понимать что купив долю они стопроцентно добудут bitcoin ведь фишка в чем и ферму у тебя гарантии что тогда будешь bitcoin очень мало мы всегда говорим вот спустите самый хвост всех майнинг пулов на блокчейн инфа и вы будете видеть какой-то пол который только раз четыре суток четверо суток обрабатывает один дом то есть у них не каждый день есть прибыль так вот битклаб однажды в течение целой недели ограничил продажу долей почему ну вот что-то произошло на азиатском рынке и был безумный всплеск то есть у нас в день была оборотка два миллиона долларов причем эту оборотку мы делали ровно за пять минут то есть пять минут битклаб торговал и больше не было то есть вот был определенный объем оборудования который мы можем закупить на майнинг и битклаб никогда не не продает больше долей чем мы можем закупить оборудование на майнинг потому что мы должны в сроке поставить чтобы у инвесторов все работало вот сегодня как раз речь идет о том что если старыми инвесторами объем реинвесторов будет зашкаливать на приток нового оборудования долей не будет на продаже либо просто будут такие крупные суммы инвестиций что новым людям невозможно будет поймать доли и поэтому миллионеры инвестируют в нас по этой причине они будут продавать свои доли на дефиците то что нельзя будет купить и сегодня когда человек покупают у нас далее на три с половиной тысячи долларов битклаб вот прямо сегодня в эту минуту еще дает 2000 токенов коинпэй это токены платежного мерчанта а мы знаем что именно 18 год это год когда будет рынок завоеван платежными системами люди повсеместно начнут рассчитываться разными криптовалютами мы в одном шаге час apple будет внедрять очень интересные концепты на криптовалюте samsung следом подтягивается часто к на азиатском рынке 2 крупнейших in тех лучшее третий одна в сингапуре другая в сиуле и я думаю что после вот этих крупных мероприятий именно азиатский рынок много что сделать для банкинга для всего и и пришедшие мерчанты на рынок они как раз ускорят процесс движения оплатки валют в свое время пайпл перевернул рынок интернет потому что именно пайпл дал платежную систему и интернет бизнес взорвался потому что получились мгновенные протяжи минуя банкинг минуя эти старые свифт переводы да и у пайпл один процент с его оборота комиссии это миллиарды долларов сегодня коинпэй будет делить свою прибыль с владельцами токена почему сегодня инвестора много денег приносят битклаб они покупают доли не только в майнингом производстве сегодня покупая долю в битклаб мы владеем сразу двумя долями двух производствах часть это майнинг и еще сверху нам даются доли платежной системы видишь сейчас многим еще пока это кажется непонятным непонятным да а также вот у битклаба есть свой свой криптовалюта своя монета до своя монета и совсем недавно то есть монета стоила 43 цента и взлетела до двух долларов практически и это друзья еще не пик у нее то есть она еще очень хорошо вырастет собственно как и токены коэнпэй сегодня как бы два момента по коэн был произведен на осаточном оборудовании то есть два очень интересно весь концепт простраивает его основная задача это прибыль инвестора поэтому когда мы биткоин еще бывали на видеокарты со встречи оборудования потом следом пошли асики и алгоритм мы скажем изменился нужно было поддевать это биткойн и можно было его продавать продавать уже было не совсем эффективно было посчитано что эффективнее произвести собственную монету и раздать ее людям потому что раз это наше оборудование то это и наша монета это вот первый прецедент за всю историю скажем компании которые используют принципы нового маркетинга битклаб использует принципового маркетинга где монету не продали людям а подарили то есть мы являясь владельцами этого оборудования новые люди приходили новое оборудование закупил и закупалась старые владельцы долей биткойн таким образом добывали а новые люди с долями заходили получали принцип монет плюсе и я видела аккаунты людей которые инвестировал шестнадцатом году там 35 тысяч долларов получили 150 тысяч монет на тот период когда они получили они стали 0.003 цента вообще ничего не стали и люди мне рассказывали о том что ты понимаешь говорит когда я пришел купил 10 долей по 3 500 мне подарили какие-то монетки я захожу она не там 100 долларов весят еще лучу за бред я 35 штук отдал на между копейки пункта насыпали и однажды я горит захожу в кабинет монета стоит больше доллара у человека больше 150 тысяч долларов человек расстался с монетами просто бонусом ценю ну плакой на и коэн п есть разница лапой на то монета которая есть на бирже битву абсолютно любой человек там и сегодня извне и я милода могут пойти и купить еще без проблем токены коэн пэй это то что не продается нигде это абсолютно закрытый актив который распределяется 60 процентов среди владельцев долей битклаба и 40 процентов принадлежит разработчику почему такой принцип дело в том что коэн пэй будет использовать монету клопкоин так как мы являемся владельцами оборудования битклабе и мы являемся основными теми ребятами благодаря которым клопкоин появился именно за счет этого и принято сделать нас владеть то есть это очень мощное усиление поэтому когда мы говорим о том что сегодня битклаб майнинговая компания которая производит bitcoin также у нас есть фирма эфиры эфир классик монера зи кэш это не все что мы покупаем то есть являясь членами битклаба мы получаем чуть больше мы являемся инвесторами в клубе которые на рынке криптовалют позволяет нам участвовать в разных направлениях просто человек купивший насек никогда не получит такой привилегии здесь вот это очень тонкий момент поэтому мы здесь на наши деньги мы покупаем доли получаем два вида активов и получаем возможность еще очень интересного потому что сегодня битклаб занимается разработкой своего собственного майнингового оборудования никогда не знаем как на рынок повлияет но то что мы находимся внутри клуба у нас в любом случае уже выделяет все я предпочитаю быть с производителем на одной стороне те ребята которые что-то производят и создают если мы являемся владельцами долей следовательно мы всегда получаем чуть больше чем покупатели готового продукта это все поэтому я считаю что сегодня когда например вы думаете покупать вам долю битклаба не покупать просто задумайтесь об этом хотели бы вы быть на стороне производителя и быть там где вы можете получить чуть больше чем просто готовые монеты это основной момент причем интерес в том что начинать там можно самого маленького если вы никогда не инвестировали в рынок криптовалют вы сейчас меня слушаете другому харкина это за умные вещи рассказываю я честно скажу у нас всех на первом месте наша семья мы все что делаем мы делаем ради своей семьи у меня нету никакого фанатизма по отношению к биткоин то есть я там складом биткоин не хожу я как простая женщина я хочу чтобы у меня был достаток я считаю что каждый человек достоин достатка нужно сделать одну вещь нужно заставить деньги работать нужно не всегда работать за деньги нужно деньги заставить работать сегодня почему в мире не такое большое количество богатых людей просто потому что сегодня когда мы делимся с вами этой информации говорим о том что вы можете купить доли они стоят там от 500 долларов просто задумайтесь каждый месяц выгружаем тележку с продуктами супермаркета стоимостью больше 500 ходим в кино и за один вечер тратим полутора тысяч рублей на кино с просмотром с любимым человеком да просто немножко минимализировать какие-то расходы один раз что-то купить уже владеть маленькой частью книжка самый богатый человек в вавилоне она как раз да вот эти вот основы продает некоторые люди говорят мне нечего инвестировать экономьте ничего инвестировать зарабатывайте больше друзья извиняюсь что видео так повернулось просто разрядилась камера мы с ольгой увлеклись беседы и этого не заметили ну в общем завершение нашего разговора с ольгой мы показали личный кабинет рассказали о том с какой суммы ольга стартовала и сколько у нее получилось заработать в этом бизнесе если у меня сейчас получится найти ольгу я попрошу еще отдельно снять личный кабинет но в принципе это не суть варма о чем мы разговаривали ранее о преимуществах майнинга мы говорили о том почему добывать bitcoin это выгодно если вы для себя приняли решение инвестировать в битклаб стать партнером компании зарабатывать вместе с нами то вы всегда знаете где меня найти пожалуйста обращайтесь я проведу для вас встречу skype консультацию для вас ваших потенциальных партнеров отвечу на все ваши интересующие вопросы и в завершении хочу показать вам один из своих кабинетов которые я зарегистрировал когда скажем начинал сотрудничать с битклабом то есть это была такая осторожная инвестиция мне хотелось проверить и вот я купил себе пул на 500 долларов вот пол у меня будет еще работать 983 дня здесь вот информация по добыче вот мои деньги на кошельке то есть здесь порядка 20 долларов и здесь у нас вот 50 долларов это партнерские вознаграждения очень скоро друзья здесь все эти цифры поменяются потому что у меня уже развивается структура я специально сделал такой обзор для тех кто только собирается входить и то есть ну показать какие у меня будут результаты периодически я буду публиковать либо скриншоты либо видео обзоры своего кабинета делиться с вами своими результатами и стимулировать вас на то что вы тоже делали например когда я взглянул на кабинет ольги меня это очень впечатлило я вижу что здесь можно зарабатывать и в принципе зарабатывать достаточно легко и когда вот видишь результаты у людей то тебя распирается тебе хочется также вот я буду делать периодически обзоры когда у меня будут здесь меняться цифры а это произойдет очень скоро и вас это будет стимулировать совершать какие-то шаги на путь успеху